Морпех США взорвал интернет. Русские были мужиками и гордились этим, а в ваших рядах куча трансвеститов. Я знаю, что мы с вами не знакомы. Я знаю, что вы даже и не думаете обо мне, а если вспоминаете, то, вероятно, думаете что-то плохое. Я мужлан, шовинист и сторонник патриархата с точки зрения феминисток. Я империалист и часть репрессивного аппарата государства для укуренных волосатых хиппи. Я угнетатель для профессиональных борцов за права всяких меньшинств. Для 20-летних всезнаек из колледжей я идиот, который пошел в армию, потому что не был достаточно умен, чтобы пойти получить степень бакалавра в какой-нибудь гуманитарной фигне. И почему-то они меня за это тоже ненавидят. Я тот парень в форме с винтовкой, который подписал контракт за полторы минимальных зарплаты, чтобы вы марксистские придурки могли в безопасности жаловаться на меня и на то, как я эту безопасность обеспечиваю. Так вот, у меня есть небольшое сообщение для вас. Я вижу вас там, в Портланде, в Чикаго, в Сан-Франциско, сидящих на гребаных лекциях про гендерную идентичность в каком-нибудь гуманитарном вузе. Получающих все, что вы хотите с помощью истерик и нытья, потому что это всегда работало с тех пор, как мамочки сгрузили вас таким же либеральным придурком в детсад 20 лет назад. В данный момент вы супер разозлены результатами президентских выборов, где выиграл не тот парень, и вообще парень, что вам очень обидно. Я пишу все это не для того, чтобы привести лекбез о политике или объяснить вам, как работает система выборщиков, или продемонстрировать, что вы ведете себя как лицемерные презервативы. Нет, у меня есть гораздо более простой манифест. Видите ли, я читаю, что вы пишете в Твиттер, Фейсбук и в разных ваших интернет-тусовках. Я вижу в новостях, как вы ломаете витрины, поджигаете авто и нападаете на тех, кто не согласен с вашими идеями. Я вижу, как вы там, в толпе толстых феминисток и вопящих российские слонганы черных, бросаете камни и бутылки в полицейских, пытающихся навести порядок на улицах наших городов. Я узнаю вашу риторику. Я знаю, что вся эта риторика угнетенных, ущемленных и обиженных уходит корнями к марсистским артивистам и интеллектуалам, которые подтолкнули американских левых за черту здравого смысла. Я знаю, что вы считаете ваши прогрессивные мантры непогрешимым ответом свыше на любой вопрос, и эта вера позволяет вам оправдывать свои тоталитарные политические взгляды и лицемерную односторонность в вопросах допустимости насилия. Вы пропагандируете ненависть к половине населения страны за то, что они якобы кого-то недостаточно любят. Вы деретесь плакатами с надписями «Любовь сильнее ненависти», но я также знаю, что вы трусы. Я знаю это, потому что вы продолжаете кричать и постить в блогах и протестовать и даже прибегать к насилию, но вы так и не начали то восстание, про которое вы постоянно трендите. Если вы действительно верите, что ваше дело правое и что большинство поддерживает вас и что правительство Соединенных Штатов должно быть свергнуто, чтобы освободить место для вашей прогрессивной социальной утопии, солнечного света и прочей фигни, тогда берите стволы и начинайте революцию, как все коммунистические радикалы и делали раньше в других странах. «Видите ли, я состою в организации, которая провела большую часть прошлого века, готовясь воевать с чужеземными коммунистами. И я очень даже уважаю тех иванов, которые были готовы в любой момент взять свой калашников и выпрыгнуть с парашютом где-нибудь над Калифорнией. Это требует определенного мужества, знаете ли. Вы не похожи на них, на самом деле вы их полная противоположность. Иваны были в форме, вы сторонники жиропозитива, которые устраивают бойкоты авиакомпаниям, когда их сидения слишком малы для ваших задниц, отроченных на 9000 калорий в день. Иваны были мужиками и гордились этим. В ваших рядах куча трансвеститов и психованных женщин с зелеными волосами. Иваны работали, копали уголь в шахтах и охотились на волков за Уралом. Вы истерически требуете социализма, потому что вы неожиданно узнали, что вы не сможете найти работы с достойной зарплатой от 10 штук в месяц в возрасте 24 лет, со степенью в истории искусства, полученной в кредит. Вы ни одного дня в своей жизни не работали руками. Иваны были ветеранами Сталинграда, Афганистана и десятков войн по всему шарику. Вы не играете в Call of Duty, потому что он слишком жестокий и сексистский. Иваны умели метко стрелять. Те из ваших активистов, кто имеет хоть какой-нибудь огнестрел, обычно выбрасывают его без выстрела, пытаясь добежать до гетто после ограбления ближайшей заправки. Иваны крошили джихадистов тысячами. Вы стараетесь понять и простить исламистов и приглашаете их как можно больше переезжать в нашу страну. У всех вас есть свои причины ненавидеть Америку. И даже не важно, согласен я с ними или нет, я принял присягу, так же как это делали все мои братья и сестры в погонах, защищать страну и ее идеалы от всех врагов по обе стороны границы. Я всегда буду защищать ваше право на свободу слова и выражение гражданской позиции посредством законного протеста. Вне зависимости от того, согласен я с вами или нет. Тем не менее, вы, кажется, вообразили, что революция и вооруженное насилие допустимы. А это уже сделает вас врагом Соединенных Штатов Америки, которые я поклялся защищать. Попробуйте это и я покажу вам, что такое война. Вы только говорите и говорите о восстании, сепаратизме, новой гражданской войне, о том, что приход к власти расиста, сексиста, гомофоба, республиканца, нациста, ксенофоба, диктатора, исламофоба, сверхбогатого эксплуататора Дональда Трампа – это превосходный катализатор для того, чтобы вместе подняться и разрушить систему, под чем вы подразумеваете уничтожить американский образ жизни. Давайте уже, прекращайте кудахтать и решайтесь, да или нет. Мы ждем. Подпись Железный Майк. Ссылка на материал под видео. Подписывайся на канал, жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!